ксения а что вам показывают сми ваши вот что происходит там харьков харьковская область ну ничего практически последнее время вообще затихло больше больше было по поводу мобилизации вчера позавчера новости сегодня я еще не смотрела шведские вот так с повестки дня уходит это тем более здесь 11 сентября были выборы сейчас сформируется парламент сформируется кабинет министров и местная все-таки пресса именно на этом сосредоточено больше я вас перебью немножко вот вы говорите что всплеск был такой освещение про мобилизацию украина а про мобилизацию что вам рассказывали просто своими словами вот до путин объявил мобилизацию была цитата зеленский давал по блумбергу какой-то там были просто перепост из блумберга что путин решил утопить в крови своих солдат мобилизация ну как-то как факт просто констатация вот его что да такое такое то есть все дописали что там вроде кто-то очень многие там не хотят кто-то убегает кто-то там уезжает но далеко не у всех так как визы прекратили выдавать уже довольно давно во время пандемии не работали консульства вообще мало у кого есть возможность допустим улететь куда-то в европу вот и такого чтобы прям там очень большой какой-то резонанс или очень много было времени этому посвящено нет было пара статей там как вы лично вот какое у вас личное ощущение от этого от мобилизации до не знаю я пока наблюдаю я понял ну хорошо а по более давним событиям вот что вы чувствуете ну мне очень жаль людей с обеих сторон что когда гибнут люди неважно это военные мирные жители кто-то еще но конечно же я сожалею о гибели людей с обеих сторон обеих а кто в этом виноват ну уж точно не я нет это понятно что не вы но виноватых рассудит потом время правых и виноватых я понял вас может быть у вас какие-то вопросы есть да нет я просто хочу сказать что я мира и добра всем желаю вы знаете я тоже за мир во всем мире и за все хорошие вот и чтоб у всех все было хорошо и все войны рано или поздно кончаются хотелось бы чтобы это кончилось как можно скорее а как вы думаете а кто на кого напал кто на кого напал мое личное мнение что к сожалению сейчас просто выясняют отношения более крупная страна на территории вашей страны а напал кто на кого но тут выяснение отношений не пояснению это же было нападение как говорят акт агрессии кто на кого напал никто никого не на кого не нападал да нет я понял интервенция ты не нападение интервенция а что то а что такое интервенция ну это по-шведски наверное как бы участие в хождении а вы же не называли вы же не называете сша и нато когда они были не я понял то есть а вот это когда герма а уже все уже да он